Приветствую вас, я бы сказал, что имеет место быть у вас страх близости, то есть вы не допускаете мужчин, вы боитесь близости, вот, ну то есть тут как бы либо вы боитесь близости, либо вы боитесь мужчин, либо вы только в мужчинах видите, только мужчин, да, то есть как бы больше вы никого не видите вообще, вот, понимаете, то есть ситуация здесь, она вот такая, значит, у вас не личный вопрос, Екатерина, на самом деле, у вас вопрос как раз социальный, потому что личный вопрос, это вопрос гораздо другого плана, то есть личный вопрос, это вопрос совсем другого плана на самом деле, то есть личный вопрос, это вопрос, касающийся вашей деятельности, личный вопрос, это вопрос, касающийся того, чем вы занимаетесь, это вопрос, касающийся того, как вы реализуетесь, и так далее, на самом деле, вот. Поэтому ваш вопрос, он все-таки именно не личный, он именно социальный, это первое. Второе. Значит, вы пишите, не складываются отношения с противоположным поводом? Ну, давайте поговорим немножко вообще о, ну, как вы выстраиваете отношения вообще с людьми, с людьми в целом, то есть, есть ли у вас друзья, ну, мужчины, есть ли у вас знакомые мужчины, есть ли у вас, там, товарищи мужчины, да, и так далее. То есть, это, на самом деле, такая очень важная история, потому что, если этого нет, то вот вам и первая проблема. Как? Как? Как же. То есть, вы не сможете сразу, вы не сможете сразу, вы не сможете сразу отношения с мужчинами, именно выстраивать. Только так и никак иначе. Поэтому я бы сказал, что здесь вот примерно такая история, здесь примерно такая ситуация, да, и это очень важно прояснить. Дальше, вы пишите. Я девочка, 30 лет, довольно привлекательная, немного полноватая, но с фигурой. Ну, полноватая, да, то, что вот это, как бы, может быть комплекс у вас. Вы себя не принимаете до конца, возможно, стыдитесь. Сильно, сильно замкнутая и закрыта с мужчинами. Никого не подпускала к себе много лет. Ну, а почему именно замкнуты с мужчинами? То есть, вот, в чем вы видите угрозу? Как бы, что вы видите угрозой? Как вы это воспринимаете? То есть, вот, ну, почему для вас это угроза? Мужчины. Чем они для вас страшны, к примеру? Ну, именно, вот, мужчины, чем для вас страшны? Понимаете? То есть, если вы, если вы воспринимаете мужчин, как угрозу, то надо все-таки понять, чего именно вы боитесь, вот. Чего именно вы боитесь и почему вы боитесь мужчин, мужчин, вот. Значит, что-то у вас такое было, что-то у вас такое произошло, что именно мужчинам вы не доверяете. Но дело ведь, давайте будем честны, да? Дело ведь не в мужчинах, дело ведь совсем не в мужчинах, а в том, как вы воспринимаете сами себя. Дело в том, как вы воспринимаете себя. Дело в том, как вы видите мужчин. Дело в том, насколько вы чувствуете себя, к примеру, в безопасности. К примеру, насколько вы чувствуете себя реализованы, ну и так далее. Вот. То есть, дело в ней совсем не в мужчинах, на самом деле. Но, определенно, что-то в вашей жизни было связано с мужчинами, например, с семьей, а может быть и опыт отношений. Сейчас неимоверно хочу отношений пишите вы. А зачем, Екатерина? Для чего вы хотите отношений? Зачем вам это нужно? Вот вы говорите, что хотите отношений, да? Но для чего вы хотите отношений? И что вы подразумеваете-то под, собственно говоря, отношениями как таковыми вообще? Что вы понимаете под отношениями? Понимаете? То есть, вы под отношениями понимаете секс, и так далее, одно. Но вы под отношениями понимаете, к примеру, там, семью, да, семейные отношения, это совсем другое. Вот. То есть, этот момент, его тоже нужно обязательно, как бы, определить. Вот. Этот момент тоже нужно вы, 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 выделить, что конкретно вы понимаете под отношениями. То есть, что конкретно вы имеете в виду, говоря об отношениях, да? Вот. А дальше, дальше. Значит, так. И понимаю, что многие боятся даже заговорить. Читают мне все надменно, я всегда была сама по себе. Ну, надменность, это, по сути, по сути, высокомерие, да, по сути, закрытость. А опять же, с чем это связано для вас? Вы пишите, что были всегда сами по себе. И это, на самом деле, очень важная история. Что значит, вы были всегда сами по себе? По какой причине вы были всегда сами по себе? Вы хотели бы, вы хотели быть сами по себе? Или у вас, ну, были какие-то причины быть самой по себе? Или как? То есть, тут тоже нужно выяснять обязательно. Тут тоже нужно смотреть. Дальше. Но время была большая симпатия к достойному мужчине. Мы просто дружили. Были общие интересы. Времена намекала на возможные отношения, но активных действий не проявляла. А я этого сильно ждала. А по какой причине вы сами ждали действий со стороны мужчины, но при этом никак вот сами ничего не делали, никак сами не проявляли себя, да, никак сами никакой активности не предпринимали и так далее. То есть, по какой причине так было? То есть, что мешало вам самой проявить инициативу? Что мешало вам самой показать мужчине свои симпатию? Опять страх, опять неуверенность, вот. Вполне возможно, что вы просто неуверенны в себе как женщина, то есть, может быть, у вас нет адекватной модели, адекватной женской модели поведения. Возможно, так. Понимаете? То есть, ну, это, опять же, да, это нужно выяснять, это нужно выяснять и это нужно смотреть, исследовать, то бишь, грубо говоря, вот. В чём именно вы в себе не уверены, в чём именно вы сомневаетесь. Может быть, вы исходите из каких-то соображений, к примеру, что вот так должно быть или, может быть, вы исходите из каких-то, ну, позиций или у вас пример такой под глазами, что женщина должна быть исключительно пассивной, к примеру, ну, или что-то вроде того. Понимаете? То есть, это, в общем-то, то, что вам нужно смотреть, это, в общем-то, то, что нужно разбирать. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд, да? А, дальше. Значит, в итоге он через время заявил, что у него появилась девочка, мы перестали общаться. А почему вы перестали общаться после того, как он заявил, что у него есть, ну, что у него появилась девочка? Вы же пишите, что друг дружили, вы пишите, что у вас была именно дружба и общий интерес. Так, а почему же тогда, в таком случае, вы перестали общаться? Получается, что дружба была не совсем, видимо, дружба была чем-то еще, видимо, судя по тому, что вы пишете. Я, опять же, могу ошибаться. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, если бы вы просто дружили, если бы у вас были дружеские отношения, то, ну, он бы заявил, что вот у него есть девочка. Да, ну, неприятно, но вы бы все равно могли бы продолжать взаимодействовать друг другом как друзья, но вы этого не делали. И основной вопрос здесь заключается в том, почему. Дальше. Был еще мальчик, который все время звонил лет пять, все время предлагал отношения. Сейчас, вот только я пропустил чуть к себе, ничего особенного, просто словались, но на брудь до ближести не допустила в тот момент. А, ну, во-первых, что меня настораживает, да, это то, что вы называете его мальчиком. Да, да, то есть, ну, меня настораживает то, что мужчину вы называете мальчиком. Мальчиком это первое, потому что, ну, не мальчик он, да, мальчик это, там, подросток, да, и то не всякий подросток, мальчик. Вот. А откуда у вас такое вот пренебрежительное отношение к мужчинам? Это, пожалуй, первый, первый момент, да. Второй момент, как вы относитесь к сексу и что за, собственно, плохого в сексе. Это такой момент. Дальше. Если вы, как вы говорите, он звонил пять лет, предлагал отношения, да, давайте посмотрим. Значит, да, он звонил лет пять, все время предлагал отношения. Что это, опять же, несколько странно, странная немного ситуация, потому что, ну, что значит, предлагал отношения, что значит, предлагал. То есть, он как просто звонил и говорил, я хочу с тобой встречаться, что ли. Так, а общего у вас что было? Было ли, было ли у вас что-то общее, вот, к примеру, если было, то что у вас было общего с, ну, вот, с ним, почему он вам предлагал отношения? То есть, как это вообще возможно? Если он вам только звонил, да, и да, и всё. То есть, он вам только звонил, и всё, и больше, как у вас отношений не было. То есть, мне кажется, вещь, что вы, в сочетании с купе, с сексом, это абсолютно не опыт. То есть, отсутствие, по сути, модели, опять же, отсутствие женской модели поведения, да, как я, собственно, и сказал. Хотя, с другой стороны, я могу ошибаться, конечно. Дальше, так, сейчас, значит, мы просто целовались, но до близости не допустил, что звонят, после этого человек пропал, мне звонит, мне пишет. Я понимаю, что повязал с ним, мучаюсь, ничего не могу поделать, как-нибудь. Так, ну, понимаете, вы говорите, что он пропал, не звонит. Очень важно, как вы себя репрезентуете здесь, это первое. Второе, я бы сказал, что надо бы посмотреть вашу привязку, то есть, к чему именно, к чему конкретно вы привязались. Вот. Если вы действительно привязались, да, то к чему конкретно вы привязались. Как отображается ваша привязанность, что она из себя представляет, именно ваша привязанность. Понимаете? Вот. То есть, это тоже очень важный момент, ведь привязанность это, по сути, потребность, потребность в чем-либо. Вот. А дальше вы пишете, что вы мучаетесь, но от чего вы мучаетесь? То есть, что конкретно, что конкретно вызывает у вас вот это вот мучение, что конкретно вызывает у вас вот это вот, ну, там лень, там лень, да, неудовлетворенность, фрустрация, фрустрированность. Что конкретно вызывает у вас от чего вы мучаетесь, особенно если это любовь. То есть, вы, возможно, даже сами понимаете, что делать здесь не в любви, а делать здесь исключительно только в том, чего вы хотите. Вот. Дальше. Эм, так, ничего не могу сделать. А что именно вы ничего не можете сделать? То есть, я-то встречались с ним, вы можете, в общем-то, ну, вы же знаете, где он живет, да, и вы можете встретиться с ним, и все, то есть, что это значит ничего не могу сделать. Такое ощущение, что вы создаете искусственно ситуации, в которых вы, ну, могли бы выглядеть пассивно. Такое ощущение, что вы создаете искусственно ситуации, где вы, ну, проявляете себя пассивно. Такое вот у меня, у меня возникло ощущение, а такое у меня возникло чувство. Вот. Такое у меня возникло впечатление. То есть, вы, вы создаете такие ситуации, когда от вас вроде бы как ничего вообще не зависит. Хотя, на самом деле, конечно же, зависит. Ибо, если вы его, например, не допустили, если вы не допустили в листе, то, ну, наверное, вы могли бы объяснить ему, как обстоят дела. С другой стороны, не совсем понятно, что вы понимаете под, значит, что вы понимаете под отношениями. Вот. И, что мужчина понимал под отношениями, когда вам предлагал их. Вот. То есть, это, на мой взгляд, тоже очень, очень важная история и очень важный момент. Вот. Как быть? Ну, работать со своими комплексами, со своими зажатостями, со страхами работать, с желаниями работать, с реализацией работать. Своей собственной, то есть, с любимым делом и так далее. Потому что, получается, такое ощущение, что знакомых у вас вообще немного, мужчин у вас немного. Знакомых, вот. То есть, их как-то вот нужно воспринимать людей, да, без пола. Для вас мужчины как будто бы выделяются. И, если они действительно для вас выделяются, мужчины, я имею ввиду, то это может быть только одна причина. Это причина, к примеру, ну, выделяться могут только потому, что вы чего-то хотите. От них, к примеру. Вот. И вопрос, собственно, заключается в том, чего вы хотите. Вообще говоря. Доброе заключается именно в этом. И именно в том, что вам нужно. Именно в том, с чего вы хотите. Именно в том, какие желания должны удовлетворять вашим мужчинам. Вам, ваши желания должны удовлетворять мужчинам. Вот. То есть, на мой взгляд, это вот, ну, примерно, на мой взгляд, это примерно вот такой момент. Это очень, очень всеважные моменты. Вот. Поэтому, работать с вашими желаниями, с вашими комплексами, страхами, с запретами, если они есть. Вот. И, соответственно, избавляться от каких-то ненужных, на мой взгляд, совершенно, вещей. Вот. Как, например, там, какое-то отношение к сексу, да. То есть, ну, вот. К примеру, пять лет, да. Ну, то есть, вот пять лет, допустим, мужчина вам звонил, да, ну, вам было двадцать пять. То есть, допустим, там, вот в этом периоде, там, двадцати пяти-тридцати лет, но вы вполне можете вступить в сексуальные отношения, просто получать удовольствие, а так и все. Вот. Вы же этого не делали, и тут, как бы, тоже такой момент, а почему? То есть, вот, такое ощущение, да, что у вас есть, ну, вот эта вот идеализация, может быть. Вот. То есть, я, опять же, не знаю, не знаю, да, очень мало информации у вас себе предоставит. Ну, тем не менее, тем не менее. Нужно анализировать ваш личный путь, нужно анализировать вас и смотреть уже, искать проблемные моменты и после этого с ними работать. То есть, и найти, сперва, точную причину, по которой вы оказались в этой ситуации. Вот. То есть, я думаю, что, я думаю, если честно, что дело здесь не только в машинах. Я не думаю, что дело, дело именно только в мужчинах. Я думаю, что дело здесь вообще в вашем, в том, как вы представляете себя, в том, как вы репрезентуете себя и как вы вообще себя ведете со всеми. Со всеми, не только с мужчинами. Вот. Мне кажется, что это один из ключевых моментов, которые вам нужно для себя выяснить, выявить и проработать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, если у вас остались вопросы. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, Екатерина, и удачи.